Харе Кришна! Итак, мы закончили на том, что сказали о том, что садачар, да, садачар и вайшнавский этикет, ну так вот, чисто с точки зрения языковой, лингвистической, это не идентично, это не одно и то же, не совсем одно и то же. То есть, словосочетание вайшнавский этикет больше указывает на некую внешнюю форму поведения. Бхакти-садачар указывает больше на, на что? На вот эти глубинные вещи, внутреннее состояние, внутреннее понимание и так далее. Вот, но это ничего страшного, если, допустим, кто-нибудь подходит из наших административных руководителей к нам, говорит, вот, не по этикету и так далее. И тут, ну как бы, даже не важно, что он, допустим, подходит к нам и говорит, что нужно соблюсти какую-то внешнюю сторону с этой точки зрения, что что-то не по правилам и так далее. Потому что, ну, административное руководство — это административное руководство, и в принципе, вовсе не обязательно, чтобы... Ну, то есть, они просто хотят от нас чего-то внешне правильного, а что касается... То есть, если они не затрагивают именно глубинные духовные моменты, то это не обязательно, потому что кто-то играет роль по отношению к нам исключительно административного руководителя, и вовсе не обязательно, что он наш, ну, наставник. То есть, мы можем просто... Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? То есть, если кто-то просто говорит, что не соблютено какое-то правило, так, знаете, сухо, да, что вот есть какие-то правила и так далее. А мы тут узнали о том, что за этими правилами кроются глубокие смыслы, и в этих словах просто про какие-то правила. Нам нужно самим себя, самих себя вот обогатеть этим пониманием, для чего все это надо, да? Потому что, в конце концов, это, ну, наша духовная практика, наша жизнь. Вот в чем штука. Вот в чем штука. Так, а мы идем дальше. Чего-то нас стало меньше, да? Немножко. Подтянуться, да? Хребов! Возвращайтесь! Вот текст переводится из Бхагавадгиты, тоже можно его отметить. Тема все та же, она называется «Определение и основа Бхакти-Садачара». И вот цитируется текст из Бхагавадгиты, ну, номер текста не указал, 3.21. Бхагавадгита, 3.21. Есть ключевые тексты Бхагавадгиты, то есть их там определенное количество текстов в Бхагавадгите. И вот это один из ключевых. Чтобы не делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы не устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Такая закономерность. То есть есть обычные люди, есть так называемые лидеры. Лидеры, лидер. От слова «lead to lead» — «вести за собой». То есть есть некоторая категория людей, группа людей. По английскому языку «лидер». В санскрите «ачарья» указывает пример, подает пример, ведет за собой. По-русски называется «вожак» или «вожатый», «пионер-вожатый». То есть указывает дорогу, задает тон, задает ориентиры и так далее. Здесь это обозначается словом, имеется в виду «ачарья». И также здесь используется слово «шрештхас». Вот тут, видите, вот «шрештхас». Вот это слово «шрештхас». И оно переводится «почитаемый всеми человек, уважаемый человек». А для того, чтобы был человек уважаемый, то и поведение должно быть достойно уважения. Еще раз, сад, ачар. Ачар — поведение, а сад означает достойное уважение. То есть, в принципе, если поведение достойное, то мы можем очень неплохо помогать окружающим своим примерам. Впрочем, если поведение тоже, если поведение не особо, то тоже найдутся последователи, найдутся те, кто вдохновится. Каким бы оно ни было, поведение, всегда на кого-то да воздействуешь, понимаете, в чем штука. Вот. Но это про значимость этикета. То есть, эта история про следование Бахти Садачарова, получается, что она не только про нас. Она еще и про окружающих. То есть, понимаете, да? Она еще и про окружающих. То есть, окружающие. И особенно, если у нас вес в обществе, спустя какое-то время пребывания в искон появился, некоторый вес в обществе, или там кто-то нас зауважал, еще что-то, то это означает, что наше поведение становится инструментом воздействия на окружающих. То есть, эта ответственность не только наша, но и за других. А этот вес все равно, он появляется естественным, природным образом. Просто нужно, как это, не вылезать из автобуса. Мы едем в этом автобусе. Год прошел, два года прошло. Там практика идет. Вот. Если мы не вылазим из автобуса, из этого, да? То даже тут по-разному может сложиться. Можно обрести хорошие духовные реализации. Можно не сильно преуспеть. Но, по крайней мере, сам срок пребывания в искон, он уже считается критерием, за который уважают. С точки зрения вешнадского этикета. Вот. То есть, может быть, не сильно пускают человека в сердце. Может быть. Но, по крайней мере, уважают просто за сам тот срок, что человек является, ну, может быть, не старшим преданным, но так называемым старым преданным. Да? Разные категории. Старший преданный и старый преданный. Есть за что уважать. Просто некоторый промежуток времени пребывания. Вот. А если есть уважение, то тогда и... То есть, это естественным образом приходит. Это уважение. Со временем просто, если продолжаешь практиковать, находятся люди, которые... Ну, вот они, допустим, только-только пришли, и им уже интересно, ты когда джапу повторяешь, ты пальцем в телефон тыкаешь или нет. И в зависимости от этого уже задаешь ориентиры. Понимаете? Хочешь задавать эти ориентиры, не хочешь задавать, все равно это как-то вот оно происходит в жизни. Движемся дальше. Вот. Ой. Вот оно выскакивает опять. Окно. Так, что такое этикеты, кака вы цели? Зачем это надо? Зачем нужен задача? Где наш микрофон второй? Вот он. Вот он микрофон. Давайте, вот Матаджи, вот вы берите этот микрофон и читайте. Вам видно? Давайте. Что такое этикет? Какой вы цели Вашнавского этикета? Сутью преданного служения является бескорыстное и беспримесное стремление удовлетворить Кришну. Внешне Вадхи Бхакти проявляется как сад Адачара или исследование Вашнавскому этикету. Вот, то есть, видите, здесь говорится об этом, что садачара это та же самая Вадхи Садана Бхакти, то есть наша духовная жизнь в ее внешнем проявлении, в поведении определенном. Дальше, 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 дальше. По определению, Вашнавский этикет – это совокупность норм поведения преданного в обществе. Другими словами, Вашнавский этикет – это, во-первых, то, как преданный должен вести себя в различных ситуациях – дома, в храмовой комнате, на улице во время проповеди и так далее. А во-вторых, как преданный должен вести себя во взаимоотношениях с Кришной, духовным учителем, другими преданными, гостями, родственниками и так далее, а также другими живыми существами. Аналогично рассмотренному выше правила Вашнавского этикета бывают главными и имеющими своей целью непосредственное удовлетворение Кришны и вспомогательными, помогающие возвысить преданного до уровня благости и создать благоприятную ситуацию для культивирования преданного служения. До тех пор, пока мы не достигли уровня чистого преданного служения, наши поступки и окружение будут влиять на наше сознание. Поэтому контроль за своим поведением поможет нам контролировать ум и сосредоточить его на Кришне. Кроме этого, правила этикета уберегают нас от совершения оскорблений по отношению к преданным и божествам, которые являются самым грозным препятствием на пути духовного прогресса. Здорово, спасибо, Матаджи. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну вот, здесь это определено как совокупность норм, которым там должен следовать здесь, должен следовать там и так далее. Давайте зададимся тем вопросом, а кому должен, да? Кому должен? Должен-то кому? Саму себе. Еще? Господу. Ковному учителю. Кружающим, преданным. Хорошо, здорово, замечательно. Так, и здесь еще говорится о том, что эти всякие правила бхакти-садачара, они делятся на две категории. Это главные вспомогательные. Главные вспомогательные. Слышали, да, про такую классификацию? Главные вспомогательные. Хорошо. Вот смотрите. Есть, допустим, девять процессов преданного служения. Вот этот список, он начинается с Шраваном, Кертоном, Смараном и так далее. Слышали, наверное, да? Слушание, воспевание, памятник и так далее. Есть другой список, например, из пяти. Пять могущественных процессов бхакти. Может, помните их, нет? Пять. Пять самых могущественных. Слышали о таких? Никто не помнит? Давайте, значит, во-первых, погромче, во-вторых, не одновременно. Давайте. Ну, воспевание святого имени. Воспевание святого имени. Общение с преданными. Чтение священных присланий, творение божества и жить в святом имени. Супер. Харе Кришна. Вот. Правильно. Вот они пять. То есть они, они главные. То есть это непосредственное служение Кришне. И общение с преданными, это тоже служение Кришне и духовному учителю, потому что преданные связаны с Кришной. Вот. А вспомогательное. Здесь говорится про сатвагону, про уровень благости. Это означает, что... То, что позволяет нам это делать лучше. То, что позволяет нам это делать лучше. Ну и классические примеры, это вот принятие омовения, например, утром. То есть, допустим, принял утром омовение и потом пошел... Что делать? Повторять жапу. Принял омовение и пошел повторять жапу. Один вариант. А другой вариант повторять жапу, этого не сделав. И я думаю, что каждый имел опыт и того, и другого, и знает, чем одно от другого отличается. То есть, омовение позволяет нам подготовить свое сознание, то есть, очистить его, очистить грубое материальное тело, тонкое материальное тело тоже почистить. И потом надеть еще чистую одежду. Чистую. Не вчерашнюю означает. Чистую. И тогда садишься, повторяешь маха-мантру, и оно идет все гораздо лучше. Гораздо лучше. Вот. Или, допустим... Вот такой пример. Допустим, Бхагавадгита, шестая глава. Там говорится, никто не будет йогом, никогда не сможет стать йогом, если он слишком много спит или слишком мало спит, слишком много ест или слишком мало ест, слишком много работает или слишком мало работает, или слишком мало отдыхает или слишком много отдыхает. Вот. Не получится у человека стать йогом. То есть, не получится ему иметь устойчивое сознание, такое, которое он сможет контролировать, направить на памятование о Кришне и так далее, и так далее. То есть, означает упорядоченная жизнь и мера во всем. То есть вот раджа гуна, например, гуна страсти, она характеризуется именно вот потерей ощущения этого чувства мира. Например, в той же Бхагавадгите есть тексты, которые описывают пищу в разных гунах материальной природы, и когда там доходит речь до пищи в гуне страсти, то она описывается как слишком соленая, или слишком горькая, или слишком горячая, или еще какая-то слишком. То есть принцип, подход, в принципе, к самой йоге, не только к бхакти-йоге, к любой, означает упорядоченность и чувство мира. Это позволяет сделать и практику, и всю жизнь свою гораздо саттвичнее. Это, в принципе, вспомогательное правило. И вот, допустим, мы идем общаться с преданными, и при этом мы недостаточно поспали и недостаточно поели. И качество общения нашего с ними, наверное, будет несколько иным. Да. Чем, допустим, если мы и отдохнули нормально, и сыты, и так далее, и так далее. Вот так вот, допустим. Вот такие примеры. И чем отличается главное правило от вспомогательного? Тем, что вспомогательное, оно реально помогает главному, то есть оно его поддерживает, позволяет выполнить хорошо главное правило. Например, хорошо повторить жапу, хорошо пообщаться с преданными, книги хорошо почитать и так далее. Вот. Оно поддерживает. Но при этом само по себе отдельно взятое вспомогательное правило самостоятельной ценности не имеет. То есть это, конечно, хорошо быть, ну, вымытым в свежей одежде, и хорошо отдохнул, и хорошо поспал. Но смысл-то не в этом, а смысл, вот ты поел, поспал, а дальше-то чего? Жизнь-то для чего? Вот. Или, допустим, мы иногда нашу практику представляем, мы себя называем вегетарианцами. Да? Мы себя называем вегетарианцами. Мы вегетарианцы. Хотя это не совсем так. Потому что мы не вегетарианцы, а это иногда называют прасада-йоги. Прасада-йоги. Мы прасад едим. И пища наша вегетарианская по той причине, что Кришна в Бхагавадгите сказал, что ему предлагали цветы, плоды, листья, в смысле, и воду. Вот. То есть он указал на эту вегетарианскую диету. В комментарии Шрива Парупада прямо пишет, если бы Кришна попросил мясо, мы бы ему готовили с любовью и преданностью это. Он не просит просто. То есть у нас не чисто вот такой вегетариант. И потом люди бывают вегетарианцами, и они движены при этом самыми разными идеями. Разные есть причины, зачем быть вегетарианцем. Можно ради заботы о своем здоровье. Один вариант. Другой вариант. Жалко животных. Какие еще могут быть варианты? Ну, разные соображения. То есть тут не обязательно чисто такой духовный мотив. Тут разные причины могут быть. И Шрива Парупада в своих лекциях тоже говорит об этом, что это не такая уж большая добродетель быть вегетарианцем. В конце концов, Радольф Гитлер был вегетарианцем. И кролики тоже вегетарианцы. И обезьяны вегетарианцы. Ну, в основном. Скорее всего. Ну, большая часть. Не знаю. Ну, кролики, скорее всего, точно. То есть есть животные, которые вегетарианцы. И этот Гитлер был вегетарианцем. И еще разные были вегетарианцы. И так далее. То есть оно вроде и хорошо смотрится, но в этом нет вот этой вот глубинной сути духовной. Если просто говорить просто, исследовать просто вспомогательным правилам. Допустим, просто пытаться быть хорошим, соответственным человеком, например. То есть в этом нет этой глубины и нет этого смысла. Но когда они идут вместе, и главные, и вспомогательные, тогда духовная жизнь у нас и стабильная, и радостная происходит. Именно для этого эти правила и раскраничены на эти две категории. Одни правила названы главными. А это означает, что к ним нужно относиться именно как к главным. И вспомогательные. И если, ну как бы, у преданного есть такое настроение, что вот надо соблюдать, 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 надо вот родить за следование вот этого, то в первую очередь это настроение следует направить на главные правила. И это естественным образом происходит. Если человек прогрессирует, если у него духовный вкус растет, тогда это в чем проявляется? В том, что ему начинает хотеться, например, больше повторять святых имен. Почему только 16 кругов? Почему не 16 тысяч, как Шри Вапрупада в одном письме пишет? У человека может реально возникнуть этот вопрос. А чего себя ограничивать 16 кругами? Почему бы не больше? Это когда у него возникает это стремление. То есть, всякий раз, когда мы в себе наблюдаем, что хочется приподнять стандарты духовной жизни или сделать для Кришны еще чего-то дополнительное, то в принципе это хороший признак. Это хороший признак. Но только надо себя, конечно, оценивать адекватно, не как этот Бакта из дупла. Бакта из дупла, который подумал, что ему под силу повторять Харе Кришна все время. Харе Кришна все время могут повторять те стабильно, у кого в жизни больше других желаний-то и нет. Понимаете, в чем дело? Почему он, как сейчас популярно говорить, слился, этот Бакта? Почему он ушел? Его увели вот эти вот мысли, вот эти планы. Почему люди могут быть такими всякими бабаджи, быть как Аридас такой? Не все, не все так могут. Потому что основная сфера интереса и основная сфера вкуса у них там. И счастье там, и подпитка там, и жизнь там. Вот в чем штука. За счет этого это происходит. Вот. Поэтому, конечно, умеренность. Опять возвращаясь к вопросу об умеренности. Не слишком много и не слишком мало есть, спать и отдыхать и работать. И точно так же и освоение новых вершин в духовной жизни, каких-то стандартов тоже должно происходить постепенно, соразмерно. Нужно прикинуть, что я могу. В каком стандарте я могу держаться, если я хочу повыше. Что-то сейчас алтарь закроют, похоже, да? Ну, ладно, хорошо. Так, это у нас правила. Они бывают главные, бывают второстепенные. Мы будем о них сегодня говорить. Чем отличается мирской этикет от этикета вайшнавов? Еще раз. Чем отличается мирской этикет? Просто этикет, какая-то внешняя форма. От Бхакти-Садачары или от этикета вайшнавов? Тем, что в центре принципа вайшнавовского этикета стоит Кришна. Кришна. Это отличает его от мирского. Многие правила могут совпадать, но их значения различны. То есть и те, и другие моются по утрам. И бреются. И те, и другие говорят спасибо, пожалуйста. Ну, может не все, но как бы так. И те, и другие могут уступать друг другу дорогу. Вопрос зачем и почему. Вот в чем ключ. Вот такая история. Движемся дальше. У нас осталось до красоты полчаса. И в течение этого времени мы обсудим нашу тему и послушаем также ваши вопросы. Так, это что такое? Это у нас... Вот, это прозначимость Бхакти-Садачары. Очень хороший текст. Точнее, очень важный текст. Из Антеливы. Те, кто номера текста записывает, можете отмечать как-то. Этот файл у вас будет, у вас все будет. Дадхапи Бхакта Свабава Мариада Ракшана. Мариада Пала Нахая Саду Рабушана. А, тогда, наверное, Ракшана надо было сказать. Саду Рабушана. Шри Читани Махапрабу прославляет Шрилу Санатану Гасвами. Дорогой Санатана, хотя ты и спаситель всей вселенной, и даже полубоги и великие святые очищаются от соприкосновения с тобой. То есть это он прославляет Санатану Гасвами, который вот там в Матхелиле, в 20 главе, спрашивал, кто я. Мы о нем говорили. Хотя ты спаситель всей вселенной, даже полубоги и великие святые очищаются от соприкосновения с тобой. Преданный всегда строго следует правилам вайшнавского этикета. Соблюдение этикетов вайшнавов украшает преданного. Украшает преданного. То есть несмотря на то, что ты уже чистый и совершенный, все равно ты продолжаешь этикет уследовать, и он украшает. То есть этикет — это не какая-то временная мера. Это во-первых. Во-вторых, это украшение. То есть это просто хорошо, это красиво, это эстетично. То есть мы говорили о том, что это, что оно и от последствий, ну то есть от аппарата защищает воздерживаемость от неправильных действий. Также подаем пример окружающим принципа чара. Но также это еще и украшение. Украшение. И дальше. Есть хорошее рассуждение на тему этой шлоки. Вот украшение. Допустим, на вас висит украшение. Какие-нибудь бусы или какой-нибудь медальон. Вот оно сравнивается с вайшнавским этикетом, это украшение. Точнее наоборот. Этикет сравнивается с этим украшением. От кого зависит, будет ли это украшение висеть на нас или не будет? Вопрос такой. Оно висит. От кого зависит, оно висит или оно не висит? От нас самих. От нас самих. Да, да, да. То есть смотрите, это к чему? Это к тому, что бывают ситуации, что... Кто-нибудь скажет, допустим, так-то со мной все хорошо, но меня спровоцировали. Там, допустим, повести себя не в соответствии с этикетом. Меня спровоцировали. Вот эта шлока, она добавляет осознанности. То есть на человеке висит украшение. Оно никак иначе не может быть снято, кроме как человек сам себя... Себя его снимаем. То есть если человеку удалось спровоцировать, это означает, что в принципе в нем бессознательно есть вот эта вот идея, что да, я буду действовать как надо, но вот конкретно в таких-то ситуациях нет. Конкретно вот эти ситуации, это уже предел. И здесь я уже вот это вот, которое меня украшает, украшение, тут уж я его сниму. Вот. И тут мы опять сталкиваемся с инерцией своего вот этого материального сознания. То есть вот эти вот... Вот эта идея, что есть ситуация, когда его можно снять. Но они заложены, они могут быть, эти программы, внутри нас. И если она сработала, и даже если мы в какую-то ситуацию влипли, что мы взяли и сняли себе это украшение, хоп, и сняли, это тоже... Как к этому надо, Матаджи, относиться? Вот мы говорили про книгу «Наука самоосознания». А? Как? Какой подход? Когда всплыло что-нибудь? Когда всплыло, посмотрел. И что? Просел и дальше, и возвращаешься, вешаешь украшение обратно. Да, вешаешь украшение обратно. А еще? Мы говорили об этом. С интересом. О, как интересно. Да. Это же интересно. Ну, всплыло, и, слава богу, когда начинаешь себя ругать, то запихиваешь обратно его. Да-да, не надо ничего запихивать, правильно? Обратно, но запихивай. Не надо ничего обратно запихивать. Ну, там есть, но вот что? Да, да. Микрофон берите. Берите микрофон. Берите, можно рассказывать, что у тебя всплыло? Берите, можно рассказывать, что у тебя всплыло? Зависит от того, что всплыло. Ну, мы прослеживаем это, да, что всплыло, и все равно, ну, как бы, запечатляем, что как не надо, что-то откладываем, что-то, ну, плохо в котором сознание-то. А если просто так, ну, вот, как ерунда это какая-то, оно опять всплывет, если мы не работаем с этим. Все равно что-то надо, не то, что себя пичевать, да, но понять, что вот это вот, ну, как бы, я увидел вот это плохое, да, заметить его хотя бы, да. Да, это отпечаток в сознании, самскара называется, и ее можно ослабить, если раз за разом поступать иначе. То есть нужно, как бы, сконструировать у себя в сознании новую модель поведения, образ такой, новую модель поведения, как я в похожих ситуациях буду себя вести. И дальше, когда мы попадаем в эти ситуации, ее запускать. И вот каждый раз, когда мы это делаем, мы ослабляем прежнюю, самскарую, формируем новую. Кстати, когда преданные идут служить на алтарь божеством, то они тоже, ну, как бы, накатывают эту определенную самскару. Там есть в буджарском стандарте такая молитва, которая называется «Бгута-шутхи» — очищение ума. И там они настраиваются на то, что вот я, вечная душа, частица Кришны, жил, страдал, терпел, а теперь, по милости духовного учителя, имею привилегию служить божеством. И так далее, и так далее. Вот. То есть, видите, получается, человек настраивает себя, прежде чем заняться этим служением, настраивает себя на определенное настроение. Ну, на определенный лад. Настраивает себя на это. Вот. Точно так же и перед тем, как, допустим, мы входим в общение с преданными, если мы, как бы, знаем, что при каких-то конкретных обстоятельствах из меня может что-то, ну, выстрелить не то, то можно, в принципе, заранее настроиться, прокрутить в голове какие-то вещи и так далее, а потом оно будет все постепенно наваживаться, как надо, понимаете? Харе Кришна, Харе Кришна. То есть, вот, украшение, соблюдение этикета вайшнавов украшает преданного. Украшение висит, и это наша заинтересованность. Точно так же, как вот матаджи идут на какое-нибудь собрание, украшают себя. Вот. Тут тот же самый принцип. Тот же самый принцип. Видишь, понимаешь? Так, это мы пропустим. Там потом сами почитайте, если будет интересно. Вот. Воспевание святых имен как основа бхакти-садачары в духовной жизни. То есть, еще раз, есть главные правила, есть вспомогательные правила бхакти-садачары, а из главных выделяется самое-самое главное правило. Давайте, вот, кто-нибудь из матаджи, возьмите микрофон, пожалуйста. Вот матаджи в красном. Пожалуйста, берите микрофон и читайте, читайте вот эти две цитаты, пожалуйста. Воспевание святых имен как основа бхакти-садачары в духовной жизни. Самое главное наставление... Работает. Самое главное наставление духовного учителя. В движении сознания Кришны мы советуем начинающим повторять как минимум 16 кругов. Если человек хочет всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем, он должен строго следовать этому правилу. Из тех правил, которые дает духовный учитель, его наставление повторять не менее 16 кругов является самым важным. Члены исхода. Участники движения сознания Кришны повторяют минимум 16 кругов в маха-мантре на четках, что не составляет особого труда. В то же время они должны проповедовать учение читания маха-прагу, основываясь на бхагават-гите, как оно есть. Замечательно. Спасибо, Матаджи. Ну и обратите внимание, здесь говорится, что это минимум. То есть можно и больше. Это минимум. Минимум 16 кругов маха-мантры. Если человек хочет помнить о Кришне. Итак, это наставление выделено как самое важное. Это пишет непосредственно сам Шрива Парупада в одном из комментариев к читанию Чаритамрити. И еще мы говорили о том, что духовный прогресс преданного от того, как он воспевает святое имя, зависит на сколько процентов? На 99. На 99. В общем, это ключевой момент, который не стоит упускать. Если есть желающий поступить в школу джапа медитации, обращайтесь к Матаджи. Она вам все расскажет, да? Расскажете же, да? Да, на будущий год приема. Уже закрыт? Он в июне будет. А, в июне будет, да? Ну тогда можно просто с Матаджи общаться, и она будет вам советы давать, как повторять матру. Вот. А давайте, кто учится в школе джапа медитации, поднимите руки, пожалуйста. Вы учитесь тоже, да? Вы продолжаете учиться, да? Здорово. Ну вот. Харибол. Харикришна, Харибол. Вот. Тут ведь как? Тут ведь важно выявить вот этот момент, ну то есть это направление, точку приложения усилий, куда, ну ключевую точку, куда их прилагать. И вот она, вот она эта точка, сегодня мы об этом узнали, ну или вспомнили, у кого как. Движемся дальше. Сокровенное служение Господу Чайтане, просто ежедневно произнося в 16 кругов вибрации, это в письме так написано, вибрации Харикришна Махамантры. Человек возвышается до уровня садачара хороших привычек, когда благодаря преданному служению его сознание очищается, он поднимается до уровня экстатической любви к Кришне. То есть, видите, да, если повторяем просто мантру, даже еще не служим, уже становимся такими хорошими ребятами. Вот. А если к этому добавить служение, то можно и про любовь к Кришне говорить. То есть из этого вытекает что? Из этого вытекает, что про любовь к Кришне несколько преждевременно говорить, если просто Махамантра, но нет преданного служения практически. Понимаете, да? Вы же не этот человек из дупла. Да? То есть надо что-то еще делать, вдобавок к повторению Махамантры, практическое, вместе с преданными. Дальше. Нам всегда нужно молиться Господу читания о том, чтобы благодаря воспеванию Харикришна Мантры мы всегда были заняты сокровенным служением Ему. Это воспевание очистит нас и наделит силы, необходимые для того, чтобы делиться сознанием Кришны с окружающими. Письмо Вайкумдханадхи Дасу Аллахабад, 12 января 71 года. Очень хорошо. Вот такая цитата. Это не обращайте внимания, это все по плану Кришны происходит. Так, о, мы закончили, удивительно. Так, в принципе, мы все, мы все прочитали, что надо было. Это не только по медитации, а только одна бывает, наверное, несколько школ, наверное, есть. Да, есть еще курс Горга Пава Прабу в ВКонтакте, в ВК, он там ведет. Вот, потом еще у нас, точнее не у нас, а в Америке есть такой Махатма Прабу, и он проводит нам ретриты, то есть ретриты святого имени. И сейчас он начал достаточно регулярно транслироваться, ну, с русским переводом в ресурсах, то есть в группе «Храм Кришны в Москве» такая группа есть во ВКонтакте, и есть соответствующий YouTube-канал. Ну, вот я не уверен, есть ли записи его на ретритах. В общем, короче говоря, кому надо, кто ищет, тот обрящет. Слышали такое, да, наверное? Вот, варианты есть разные, как это делать. Хорошо, вот мы, значит, поговорили сегодня про что. Сейчас я подытожу, и мы, перед тем, как уйти на обеденный перерыв, мы послушаем ваши вопросы. Мы говорили про истинную природу живого существа, говорили о том, что мы души, говорили о том, что бхакти-садачара, это у нас что? Это поведение, которое служит как пример для окружающих, оно сад, то есть достойно уважения, оно связывает нас с Кришной, оно протекает в контексте предного служения, и оно приближает нас к осознанию нашей истинной духовной природы. Вот, то есть это не просто некий набор нур, да, извне, чтобы люди приняли. Вот, кстати, кстати, интересный момент тоже, касающийся этих категорий, лаукика-шрада и шастри-ашрада. Когда человек этому всему следует, желая удовлетворить Кришну, гуру, преданных и так далее, это ближе к шастри-ашрадхе, потому что об этом в священных писаниях говорится, для чего это надо. Но когда он это делает, преимущественно для того, чтобы люди его приняли, да, если эта мотивация преобладает, ну, это нормальная мотивация, мы хотим, чтобы нас приняли. Но если это основное, если нет желания этим поведением их удовлетворить, если вот это основное, вы только примите меня. Да, вот Матаджи говорит, это характерно для подростков, и другая Матаджи дополняет, что, ну, не все перерастают этот уровень, это факт. Да, да, ребята, вот такова жизнь. То есть, да, ващнарский этикет можно воспринимать как внешнюю сторону Ваидхи Саддана Бахте, как средство удовлетворить Кришну, или же его можно воспринимать в крайнем варианте, воспринимать как некую цену, которую платишь за то, чтобы не выгнали изыску. Да? Понимаете, да? Но это действительно важно, Шри Шри Гуар Нитай Киджай. То есть, нет, Шри Шри Нитай Чан Ра Гуар Сун Ра Киджай. То есть, конечно, это важно, чтобы не выгнали. Это все, конечно, важно. И эта потребность быть принятыми окружающими, она, естественно, обычная нормальная психологическая потребность. Быть в кругу единомышленников, чтобы принимали, чтобы относились хорошо и так далее, и так далее. Но если преобладает только это, поэтому мы собираемся, обсуждаем вот эти вот духовные смыслы, которые лежат в основе этих вещей, и в частности, вот этих вот, так сказать, норм, которые ожидаются. Вот. В первую очередь, это интересный момент. Я закончу таким моментом интересным. Его тоже Махатма Прабу отметил. Махатма Прабу, ученик Шрива Парупада, один из инициирующих гуру в Иску, американец. Он интересный момент отметил. Когда человек приходит на духовное посвящение и своему духовному учителю обещает, что я буду следовать четырем регулирующим принципам и повторять круги Махаманта и так далее, то ему реально удастся с этим справиться, если он эти обеты принимает не только перед гуру, но и перед собой. То есть, это внутренний момент такой. То есть, он... А если он пообещал гуру, но при этом не пообещал себе? То есть, если у него не прошел вот этот вот внутренний процесс? Да? Потому что иначе, если он не пообещал себе, то как это может сработать? Следую. А потом в какой-то момент гуру с его наставлениями оказывается неудобным для того, чтобы служить своим чувствам и уму. Но если есть обязательства, принятые практикующим перед ним самим, вот тогда это получается. Понимаете, да? То есть, когда получается, что в принципе, да, у человека... Да, нормально, нормально, все хорошо. То есть, если у человека даже нет гуру, то, ну, на начале вставить, но он принял решение такое, пообещал самому себе, ну, против шестнадцатого, да? То есть, и он их читает, это уже одно... Это хорошо. Важно уметь самому себе обещать правильные вещи и потом их выполнять. Кстати, если человек на систематической основе потом эти обещания проваливает, которые он себе давал, то ему потом это сложнее дается, потому что он уже глубинно перестает верить себе. С этого начинать надо? С чего? С этого. Сначала перед собой. Да, 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 да. Поэтому вот, в принципе, как черта характера, хорошая штука, быть способным пообещать себе и сделать, а если не уверен, тогда и не обещать себе. Но если есть вот этот опыт, когда раз за разом обещал себе и смог выполнить, тогда вот эта вера в то, что можешь, имеешь силу пообещать что-то самому себе, тогда эта вера есть, и тогда это дается гораздо легче. Вот. А? И тем не менее, на сколько раз ты занимаешься... Микрофончик, пожалуйста, давайте берите микрофончик. Берите микрофон. Правильные привычки себе, значит, возродить все-таки рамки. Во, водка. Да, когда мы собирались и вели дневник этих правильных привычек, и все равно проходил какой-то определенный этап. Микрофон, вы далеко его держите. Да, я говорю, вели мы занимались там, как называется, преображением привычек, да. Да. Вот. И поэтому, а тем не менее, там пройдет... Я вот почитала недавно, посмотрела просто, дневники свои, понимаете? И на самом деле, оно шло полосходящей, а потом, почему-то, все равно шел какой-то сбой. Потом, значит, подродили снова в роде, снова в коллективе полосходящей, потом снова снижение или не сбойное снижение подродили. То есть, вот это вот что такое? Это материальный мир. Вот что это такое. Проходит время, ты опять пытаешься взяться за это же, да. Ну да. Как ты сказали, действительно, вера уже в это нет. Но ты же другой, ты уже другой. Нет, и вера есть, и вера есть. Но почему ты не веришь? Да, не знаю. У нас есть еще инерция материального сознания, она сопротивляется, если в какой-то момент ее становится больше. Вот, поэтому тут комбинация, тут и себе пообещать, и перед другими взять обязательства, чтобы они подталкивали, и общество единомышленников держать, чтобы оно было. Тогда получается. Но даже если оно идет вот так вот вверх-вниз, это все равно нормально, потому что устойчивость, она на уровне мишки, твердой веры обычно имеет место быть. На уровне мишки и дальше. Поэтому это, ну как бы, синусоида, она вполне естественная. Может она идет вот так? Может быть. Очень хочется верить, что вот так. Да. Да. Это все закаливание. Вдохновляет. Закаливание, практика, вся эта там закалкивание. Если правильные выводы делаем из происходящего и, ну как бы, не разочаруемся окончательно, то, в общем, эти разные повороты, их можно, из них можно сделать, пользу извлечь для себя. Вот. Вот Матаджи говорит, что может быть это не синусоида, может это спираль. Да. Ну да. Вот Шачананда Махараджи говорит, действительно, духовная жизнь, развитие духовной жизни, оно подобно спирали. То есть один виток, другой виток. Вот. Вот один виток нижний. То есть некоторый уровень нашего понимания, как практиковать, способность практиковать. Потом мы выходим на более высокий виток, смотрим на то, что внизу, думаем, что это такое вообще было. Вот. Но, вы знаете, не стоит грустить, потому что вот этого верхнего витка все равно не было бы, если бы не было нижнего. Поэтому это нормально. Это нормально. Не стоит грустить. Вы же не грустите, да? Нет? Не грустите? Нормально все? Хорошо. Есть ли еще вопросики? У нас еще вот есть целых 9 минут. Давайте. Ой, лучше микрофон. Тут записываем просто. Давайте. А вот подскажите такой вопрос. Может быть, и по теме, и может быть, немножко не так. Почему бывает, скажем так, когда, например, очень много стаза, очень много служения, а потом бывает, может это не только, такой ощутимый отброс назад. Спад. 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 Буквально на следующий день. На следующий день даже, да? Да, да, да. На следующий день, да. Вброс назад, да. Спад там. Как бы не только духовная энергия, а даже ощутимые проблемы с джапой. Ага. Бывает. Ага. Можно таким вот ответом, можно таким ответом ограничиться, конечно, но можно что-нибудь еще сказать. Ну, ну, как бы да. А, ну, бывает. Это реально. Я понимаю, что я как бы не впадаю в тоску. Я понимаю, что это нормально, потому что это, ну, не первый раз там, как бы и так далее. Но мне просто как бы интересно просто, может, почему? Может, ваши какие-то размышления на эту тему? Раз вы говорите, что бывает, значит, вам тоже это знакомо. Знакомо. Так, то есть вы спрашиваете, что служишь, а потом откат, да? А какой откат, то есть в чем он проявляется? Что сил нет, да? И сил нет, и с жапой проблемы. С жапой проблемы, да? А. А что значит с жапой проблемы? Ну, не просто. То есть что именно вы видите? Трудно реально просто, как бы, ну, должно и, ну, как бы прочитать именно страт, можно, конечно, кругов ум, успокоить. В первую очередь, конечно. И, как бы, что-то. А, успокоить. Ну, да. Так, ну, как бы тут с разных сторон можно заходить. Один из вариантов — это вернуться к Бхагавадгите в шестой главе, в которой говорится, что все должно быть в меру. То есть и труд, и отдых, и еда, и сон. Соответственно, ну, способность внимательно читать жапу зависит от того, какое сознание. Если человек устал, то, в принципе, может быть полезно и отдохнуть даже перед жапой. Значит, сначала отдохнуть, а потом уже повторять Махамаду. Поэтому это, ну, нормально. Вот. Ну, то есть это в какой-то части, в какой-то, в каком-то аспекте это именно вот физиологическая сторона, или даже биохимическая сторона. А сейчас, знаете, вот стало популярным. Гасай Махарадж тоже лекции читает, затрагивает всякие нейрофизиологические стороны, как мозг работает и так далее, и так далее. То есть что означает выгорание, оно в чем проявляется. То есть человек взял какую-то планку, он совершает работу, деятельность, определенный объем, изо дня в день, одно и то же. И какое-то время он чувствует, ну, помимо духовного вкуса, и это еще можно рассмотреть с точки зрения биохимической, с выбросом дофамина все нормально. Дофамина. То есть вот этого вот гормона, который дает человеку удовлетворенность жизнью в целом. То есть вот этот некоторый позитив. Он из разных источников может приходить, это все можно в интернете найти. Если пройтись по хорошему парку, свежий воздух, солнце светит, птички поют. Оно выделяется само, это биохимия, это организм. Вот, а выгорание проявляется в том, что просто вот человек изо дня в день одно и то же делает, и организм, он же не вырабатывает это все время. И вот эта выработка идет куда-то вниз, а человек может по ошибке это связать с деятельностью. Что-то с деятельностью не то. Хотя с деятельностью все то, а не то с организмом. Есть же какие-то биоритмы, есть же спады и подъемы, иногда тело чувствует себя одним образом, иногда другим. Поэтому да, поэтому опять Бхагавадгита, шестая глава, умеренность. Если человек устал, видимо, надо отдохнуть ему. Вполне возможно, что неудовлетворенность или какая-то несосредоточенность в духовной жизни не имеет каких-то глубоких основ. Иногда бывает фобия у человека, точнее, не фобия, а как бы такое состояние, что вот если что-то ослабило в моей духовной жизни, наверняка это из-за вышного аппарата, наверняка я кого-то оскорбил, наверняка я кого-то оскорбил. Духовные переживания нам недоступны. Они тоже вполне, ну как бы, отблеск, отражение на нашем уровне, на уровне регулированной практики. Не наши собственные эмоции, они отраженные обычно. Отраженные в сердец чистых преданных. Вот, но это может быть вполне себе просто такое вот приподнятое настроение, имеющее, в том числе, имеющее вот обеспеченное вот этой вот биохимией. Потом оно куда-то улетучилось. И поэтому ваидхи саддана бхакти, практика ваидхи саддана бхакти заключается в том, что мы стараемся следовать этому процессу из чувства долга, независимо от того, какое настроение. Сегодня нравится, не нравится, есть настроение джаку повторять, нет настроения, что там выработала эта фабрика в теле, что не выработала, понимаете. Даже если депрессия, все равно будем повторять Хари Кришна. Может депрессивно будем повторять, но от этого 99% зависит, поэтому, ну, зачем ставить это в зависимость от настроения. Поэтому вот так вот. Разные могут быть состояния. Вот гуны есть, три гуны материальной природы, они между собой чередуются, то одна усилится, то другая. Нет какой-то стабильной точки. Хари Кришна, если еще какие-нибудь вопросики. Да, Матаджи, давайте. Микрофончик берите. Вот микрофон. Ну, если он не работает, надо сдвинуть эту штуку. Вот ваш вопрос будет последним, потому что нам нужно вовремя закончить, а потом, если что-то осталось, то это потом. Да? Хари Кришна, я хотела спросить, что нужно делать для того, чтобы читать джапу намного внимательнее. То есть, я стараюсь это делать, потому что это, ну, так сказать, Шри Ва Павапады. Да, совершенно верно. Очень хорошо. Но все равно, как бы, идешь, читая джапу, и понимаешь, что сейчас будет полтора и два часа страдания, и этого не хочется. Вот, и как себя, ну, я не знаю даже, не настроить, как нужно действовать для того, чтобы появился все-таки вкус к разбиванию, чтобы делать это естественно, а не проходить вот эти вот непреодолимые препятствия. И, в итоге, после прочтения джапы сказать, Хари Кришна. Хари Кришна. На уровне Ваидхи Саддана Бхакти, то есть регулируемой практики, мы с этой джапой не в одиночестве, мы, как минимум, вдвоем. Там еще и ум присутствует. Он тоже говорит всякие штуки. Если говорить конкретно про вкус, то эта стадия называется ручья, она идет после твердой веры. То есть, в принципе, это даже не Ваидхи Саддана Бхакти, а это уже в сторону врагануги. То есть, когда конкретно сердце живого существа настолько очищено, что оно служит не просто потому что надо, долг, еще что-то, а потому что осознает свою реальную духовную природу. Это конкретный уровень, вполне серьезный, не дешевый. И поэтому, в принципе, вот это вот сражение и разные препятствия взаимодействия с умом, это неотъемлемая часть духовной жизни. Пока вот этот промежуток времени мы проходим, пока мы очищаемся, это нормально. И к этому нужно относиться позитивно, как к чему-то естественному, может быть, даже с некоторой иронией к тому, что ум предлагает, какие мысли подкидывает. Вот. И как можно себя подготовить? Ну, можно лечь спать вовремя, например. Можно почитать книги Шрила Крупады перед сном, можно перед сном. Это стандартные рекомендации. Можно не переедать перед сном, потому что сложно будет иначе. Можно, это важно, утром, когда повторяем джапу, нужно конкретно знать, что вот это вот время, этот промежуток времени, он конкретно зарезервирован под джапу. То есть это мое общение с Кришной. И я свой палец, торчащий из мешочка, не буду использовать там с телефона вместе. Вот. То есть я буду конкретно... То есть он вечность, мы ему уделяем внимание, Кришне, в течение этого промежутка времени. Настроиться на это. А атмосфера, там чистое помещение, спокойная атмосфера, чтобы никто не дергал сказать этим своим родственникам, этим своим. Махапрасат. А? Махапрасат. Что Махапрасат? В смысле? Ну, они же Махапрасат. Почему? А, а кто это говорит так? Я понимаю. Ну ладно, хорошо. Но потом, как вспомните, вы тоже это скажите. Ладно, если вспомните. Вот. Ну то есть, чтобы они не мешали, тоже настроить их на то, что вот есть это время, оно специально, то есть тут вот не надо, а там можно, ну там и так далее. То есть, всякие вспомогательные вещи, всякие вспомогательные приемы. Бахтиседанта Сайрасват я рекомендовал. Ум Башмакова убить. Слышали про эту рекомендацию? Я не понимаю, как это делать. Ну не физически, не надо себе по голове бить. Мозг еще пригодится, работоспособный мозг. Я не понимаю самого вот этого выражения, как, не знаю, воплотить что-нибудь. Это означает, что мы говорим своему уму, что я не буду тебя слушать. С той раз утром говорим, и с той раз вечером. Он подкидывает разные идеи, которые уводят в сторону. Но для того, чтобы понять, что уводит в сторону, что не уводит, надо и книжечки почитать, которые зададут ориентиры. И вот тогда уже будет понятно, что мы пытаемся отбросить из своего ума. Потому что там бывают полезные мысли тоже. То есть мы не моевади, которые пытаются опустошить свой ум. Это даже невозможно технически. Но если у нас есть правильные ориентиры через Шрауна, через книги, тогда мы видим в своем уме, что лишнее. И вот мы говорим, что, дорогой друг, ум, вот ты мне вот это говоришь, а я тебя слушать не буду. Вот так вот. Видели? Все видели, да? И буду слушать тебя. И так ему говорим утром, вечером по сто раз. Есть целые семинары. Гаслами Махараджа, вот Матаджи в зеленом знает. Называется Монах Шикша. Это целый цикл семинаров, очень много. Но это ничего страшного, я просто говорю, что они есть. Монах Шикша. И вот можно слушать. Там напрямую говорится о том, как Вайшнав относится к своему уму. То есть, он не слишком к нему сильно прислушивается, но и не лупит, как бы, слишком сильно. Опять же, чувство меры. Он умеренно к этому относится. И в Багаватам, в одиннадцатой песне, есть текст, в котором говорится о том, что преданный, опытный, он подобен опытному наезднику, который на необеженной лошади ездит. И он знает, когда натянуть лошадь, а когда их ослабить. Вот. То есть, тут целая наука. Мы сожительствуем в этом теле вместе со своим умом. И надо узнать его, так сказать, характер, как он действует. И находить с ним этот общий язык, уметь с ним договариваться. Мы не одни в этом теле, видите, как выясняется. Вот. В Бажинах Ачарьи обращаются к уму как к какому-то отдельно взятому живому существу. О ум, послушай о Кришне, еще что-то. Вот. Такая история. То есть, предстоит очень интересная жизнь, не в одиночестве. То есть, с одной стороны, и Кришна вместе, и ум тоже вместе. И, а мы татаска-шакти. То есть, что мы усилием в себе? Или духовную составляющую жизни, или материальную. Этот выбор от нас зависит. Вот. Ум пытается заместить с собой сверхдушу. Сверхдуша, сам Господь. Он нас ориентирует, куда идти. А он пытается заместить. Подсказывает разные идеи. Если провалилась идея, тогда он говорит, это ты сам виноват. Это как в анекдоте про студента. Там, внутренний голос ему говорит. Вот выучи билет номер одиннадцати, ложись спать. Перед экзаменом говорит. Выучи билет номер одиннадцати, ложись спать. И внутренний голос сказал. И студент послушался, потом приходит на экзамен, тянет билет и вытаскивает билет номер тринадцать. И внутренний голос говорит, странно. Вот. То есть, ум, он тоже так действует. Если совпало, если удалось, тогда ум говорит, ну давай дальше меня слушай. Видишь, какой я молодец. А если не совпало, ну сам виноват. Вот. Такое взаимодействие. Это целая наука. Это очень интересно. Как ум действует, как параматма проявляется в жизни. Что-то как. Так. Да. Я скажу это, вот это, фристиансы там. Ну или читала там про святых. Вот святой молится да, ну иисуса молитвы у них там, да. И он молится, молится, а сам молит. А сам молит. А сам молит. Он молит. Он тоже говорит там. Он молится. А ему идет. От ума-то идет, и он не принимает, не принимает. А как ему забыл, у которого так получилось? Это просто пример, что это тоже ведь борьба, но это тоже христианская реформная жизнь, там тоже можно, там Иисус его читает, мы кришним у нас. Да, здорово, здорово. Ты просто запомнился, это тоже, конечно, тоже борьба идет. У нас время закончилось, вы красави не успеете поесть. Я быстренько, но опыт был, когда мне было тяжело мантру читать, потом у нас был, это, не ретрит, а как дела, ну, много мы читали, вот в акадыше. Жапа-марафон называется. Да, правильно, можно выключить давайте. И после этого вот реально стало легче, вот видно, совместно с преданными, там много кругов, и потом вот эти 16 кругов стало намного легче, и как-то мы сосредоточили. Намного легче после вот этих марафонов читается. Здорово, здорово. Это, знаете, раньше были такие автомобили, в которые надо было с передней части зайти, такую рукоятку вставить и раскрутить. Видели, может быть, в кино? Ну вот, жапа-марафон — это приблизительно что-то в этом духе, то есть как-то придать больше интенсивности духовной жизни. Вот. Полезно посещать такие мероприятия. Ладно, преданные, спасибо. Шри-Пру-Пады Киджай. Киджай. Это Егора Примананда. Харихарибол. Харикришна. Продолжим в 14.30.